Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова У Мазры заявилась и мемориальная дожка, присвеченная 33-й ракетной дивизии. Интерактивные спектакли, выступления музыкальных гуртов и лепшие виды веншаванни. На площади Ленина комельчане отзначили Старый Новый Год. А зараз об этим и иншим больше подробязно. От отказной працы агрария у многим залежит экономика районов. Трызасушливые годы нанесли великую шкоду сельской господарцы. Але причина того, что особные сельгазпродприемства минусуют не только у гэтым, а в складанностях населения, что с гэтым робить, гутерль на нараде у Калинковичах. Марина Северянова побывала на сустрече, а так само наведала господарку, на какую можно ориентоваться иншим. Много коров, но здесь легче. Здесь автомат. Просто коровы даются на автомате. Мы их подсираем, сдавливаем, подключаем и закрываем. Смотрим, что коровка выдаётся. Подключаем. Бачки у нас немного, не надо так сказать, как на предыдущих, на старых термах, которые существуют. Здесь такого нету. У гэты же господарцы живела водом працу и муж Жанчины, а старый шин вучится на агронома. У сего у семьи трое детей. Отпочивать особливо неколейхатные справы чергуются с працонами, которые начинаются у доярки у четырех годин ранницы. Мотивую, рассказывая Вольга, не только любовь до працы, но и достатково высокая зарплата. 1100-1200 в месяц. Вы довольны? Конечно, такая зарплата. Где сегодня вы заработаете? 1100-1200. Даже продавец на такую зарплату не получает. А мы получаем. Да, нам тяжело. Мы встаем в 3-3, 40. У нас уже 4, у нас начинается дойка. И в 11.00 мы приезжаем домой вечером. Мы много работаем, но мы получаем сегодня зарплату. Которую, я думаю, мы очень довольны. Даже девчата, те, которые подтвердят, что мы сегодня своей зарплатой довольны. Середняя зарплата у господарца – коля 700 рублей. Але у доярек и механизаторов киночастей за все удвоя больше. Узровень зарплаты – индикатор экономичного стану предприемства. Сразумело, и тут не все бездакорно и беспроблемно. Есть и складаности, а лены – переодольные. Кировничество каже, что планы великие. Например, повеличить поголовье и повысить надое молока. Речи, кормовая база целком уласна, как и парк техники. У нас получается 5 молочно-товарных ферм. На сегодняшний момент 4400. У нас имеется всего КРС в хозяйстве. Из них 1261 – это дойное стадо, основное стадо. К уровню прошлого года мы на 20 голов приросли по поголовью, по дойному поголовью. И на 200 голов приросли основного поголовья, получается, к уровню прошлого года. Ну, за 2020 год мы произвели 3400 тонн зерна, 500 тонн картофеля, произвели 1700 тонн молока. Это много, да? Вы произвели больше, чем в 2019-м, например? В наших рамках, да, это больше. Мы на теперешний момент, если так вот для сравнения взять, по молоку идем 147% к уровню прошлого года. Но ведь в целом по области сейчас большая проблема с молоком. Как вам удается перевыполнять планы и почему в других хозяйствах дотянуть до вашего уровня не получается? Ну, я в этом хозяйстве работаю сравнительно совсем немножко, только вот второй месяц работаю. Ну, с чего началась наша работа в основном? В основном осеменение – это в первую очередь скота, плюс контроль и работа с новоцельным скотом. То есть первоцелочек, всех мы под контроль, всех раздаеваем, авансированное кормление. И по максимуму мы с них получаем молоко. С агрогородка Липа уедем у Калинковичи. Отлеглась 35 километров. Тут, про несколько минут, начнется нарада с уделом первого наместника старшини Гомельского облого конкама Игора Часнака. На сустрешу он запросил всех, кто мает дотчинение до сельской господарки района. Размова отрималась достаточно грунтовная. Не глядя на то, что многие покажщики по летом снежной первой выконаны, но в целом погоде не дотягнули до 100%. Акценты на самостоинном выросшивании кормов, свойчасовой племенной працы и, соответственно, на повышении надея молока. Эта личба в Калинковичском районе значительно ниже, чем средняя областная. Грошей на поддержку господарок без особливых причин никто выделять не будет. Сподеваться требует в первую очередь на свои силы. Мы очень сильно столкнулись с такой проблемой, как здоровье животного. Есть очень много технологических проблем, которые на сегодня. Здоровье маточное поголовье, увеличение сервис-периода, к сожалению. То есть хватает работы как и племенной службе, как и ветеринарной службе, безотехнической, агрономической. То есть здесь уже никого не выкинувшись из этой песни, потому что все должны быть завязаны в одно целое и единое. Поэтому проблем именно животного цития очень много. До решения распространять детальный план по господаркам, которые доведенные параметры не выполнили. Простый день дать справоздачу. Для этого первый наместник старшины вернется в район и встречу проведя уже не в зале райвы конкама, а в сельгаз в предприемствах. Марина Северьянова, Валерий Хапанько, телерадио компания «Гомель», Калинковицкий район. На 6-м оси Белорусским народным сходе Гомельскую область представят 310 человек. Вся род делегатов, представники практически всех профессий, депутаты Советов разных узровнев. Наши корреспонденты сострелись с главным урачом областного шпиталю инвалидов войны Олегом Иванцовым. Рационный шлях медика Иванцова почался в 1989 году после закончения Гродинского мединститута. У Гомеля тогда установы такого профиля еще не было, але об тем, что учиться на хирурга пришлось аминавито в Гродно, Олег Анатольевич николи не шкодовал. Починал в больнице худкой медицинской допомоги, где прошел шлях от обычного урача до наместника головного урача. А пошли 12 годов узначаливая областный шпитал инвалидов войны. Кажет, что сегодня изменять айчинную систему оховы здоровья потребы нема, а ле удосканаливаць трэба. Аб гэтым дарэчжэйон меркуе вести размову и на усюбеларуским народным сходзе. В Беларуси очень мощные медицинские центры созданы в Минске. Они республиканского значения, конечно, они имеют очень весомый вклад в здравоохранение вносят. Наверное, нужно теперь рассматривать то, чтобы похожие центры, может, не такой мощности, но какой-то такой насыщенности медицинской, создавать и в регионах, в областях. Для того, чтобы и в регионах люди пользовались более современными технологиями. Калю в 2008-м годе Олег Иванцов узначали в шпиталь, то установа была больше подобная на санаторий. Во усилякем разе абсурьезной лечебной допомозе размова тады не ишла. Минавито по его инициативе шпиталь стал областным центром медицинской реабилитации за делением сосудистой хирургии. По судности, назва шпиталь гэта данина гисторы. Сёня ёнсучасная медицинская установа. Отделение очень востребовано. То есть у нас, в принципе, мы, можно сказать, даже монополисты, потому что у нас в нашем госпитале это считается реабилитационный центр областной. И по городу Гомель, Гомельской области, таких отделений больше нет. Поэтому к нам всегда мы востребованы. У нас даже иногда очерёдность возникает какая-то по госпитализации, потому что госпитализация плановая. То есть народу очень много, очень востребованы. И ещё одна особливость областного шпиталю инвалидов войны – наявность Центра медико-социальной реабилитации инвалидов. 12 годов тому починались перепрофилювания 10 ложков. Сёня тут оказывается целый комплекс послуг. Это был первый подобный центр, створенный в Беларуси. Да помочь человеку вернуться до життя после тяжкой травмы – не лёгкая задача. Але у шпиталей я её выращаюсь. При этом головный ураж Олег Иванцов, патрымливая усе пропановы областного объединения спинальников. Это тоже очень важно, поскольку отдельно центров социальной реабилитации на сегодняшний день пока ещё в республике нету. Поэтому, используя именно и поддержку госпиталя, мы вот эту услугу тоже там оказываем. Минулый год стал для областного шпиталя с оправдным выпробованием на профессионализм. Начинающий с початку пандемии, тут проводили лечения хворых. Так званую «червоную зону» ликвидовали только на минулым тыдне. Анализующий ситуацию Олег Иванцов пиракананы. Яна могла бы быть не такой складанной, коли б люди больше клопотились об уластном здоровье. У Союзящим на усебелорусском народном сходе он меркует обовязково огучить ответную пропанову. Проблема в том, что население, которое должно не только беречь себя, но и окружающих, к этому относится не совсем адекватно. То есть, зная даже родители некоторые, дети, что ребёнок немножко болеет, они отправляют его в школу, не дают маски, не одевают. То есть, это ситуация, когда нужно, наверное, принять какого-то законодательного уровня, постановление или решение, чтобы обязать людей заботиться не только о себе, но и окружающих. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Яуген Макеенко, Телерадио, компания «Гомель». На «Гомельшине» активизуется работа наглядальных комиссий. Это выкликано в первую чергу по увеличению количества пожаров в приватном секторе. Ситуация. Знайомились наши корреспонденты. Назвать ситуацию с пожарами в приватном секторе нормально ніяк нельга. В сравнении с 2019-м лета с количеством сгораний увеличилось больше, как на четверть. Прочин некольки. Некто кладе печь самостоянно, без наявности необходной квалификации. Некто гребуя навод элементарными правилами эксплуатации. А проча того на «Гомельщине» отзначены выпадки, когда распаливанием печи взаимаются неполнолетние, что так само приводит до трагедии. Произошел пожар в Калинковичском районе, где девочка 15 лет самостоятельно разжигала печь с использованием легко воспламеняющейся жидкости. Ребенок получил ожоги, тем самым травмировав себя. За 2020 год в Гомельской области произошло 222 пожара по причине нарушения монтажа устройства и эксплуатации печного отопления. Это на 26% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Наглядальные комиссии зараз працуют сдувочи на тыдень. У складе обовязково представник местовых органов улады, супрацовники Министерства по надзвучайных ситуациях и милиции, а так само работник социальной службы. Сярод тых, кого необходимо наведать, состарелые люди, шмадзетные семьи, а так само тыех, кто находится в социально небезпечном стане. Жихарцы везки Яромина, Татьяне Крауцовой, 85 годов. Кажет, что корыстаться печкой в свой час ее навучили батьки. Але в таком возрасте робить это уже тяжко. Для того, как не было проблем, женщина лечить. Залепший огонь не запаливать у вогуле. Батька с маткой учили, чтобы не вытягали, не баллились огнем, да и не выкапали жары из печки. Я к детям учусь. В плане недопущения пожаров основная увага сегодня профилактичной работе, начинающей от парад обовязковой установцы пожарных оповещальников. Ни одних, ни мало вогуле, ни дены не працуют. В Гомельском районе до агитационной деятельности притягнули на водгандлевую сетку. Например, Ксупу Рицкая совместно с районным отделом по чрезвычайным ситуациям выпустила пакеты противопожарные, на которых написано память, как Гомельское райпо развезло в свой магазин и печенье, на которых написано помощь рядом, звоните по определенному номеру. То есть работа эта про профилактики пожаров продолжается. Олег Сентюров, Вероника Гамзюкова, Яуген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Мазыр отзнашил годовину вызволения Днямецка фашистских захопников. У гонор памятной даты на одном из домов города заявилась мемориальная дошка, присвеченная 33-й ракетной дивизии. Я ее разместили на 11-поверховом будинку по улице 33-й ракетной дивизии, якая заявилась у Мазыры минулым летом. Для ветеранов-ракетчиков это особливая, радостная подея. И они, упевненная память об войсковом формировании, повинны передаваться с поколения у поколения. Люди с 1946 по 1956 год покупали государственные облигации и создали мощный военно-промышленный комплекс. Мы, молодые ребята, мы выполнили, так сказать, заказ страны и сделали силовую часть ракетных войск стратегического назначения. А денежную часть ракетных войск сделали люди те, которые разбили фашизм. Это наши родители, а ваши это были прабабушки, прадедушки. Поэтому я, глядя на вот эту табличку, я вокруг нее вижу силуэты людей нашей страны, гражданского населения нашей страны. Об этом бы надо помнить и этого забывать нельзя. 33-я ракетная дивизия находилась у Мазыры с 1960-го до 1997-го года. Ее сабовый состав находился у постоянной боевой готовности с метой ядерного остремливания. Алена Кришковская – перебранная старшиней областной организации Белорусского союза Жаншин. Такое решение было принято подчас 7-й спровоздачно-выборчей конференции громадского объединения. Удельницы сустречи так само обмерковали выники своей деятельности за минулую пятигодку. Зараз на Гомельчине денежает 25 районных организаций союза Жаншин, у яких зарегистровано больше за 11,5 тысяч активисток. Яны означают, что роли Жаншины становятся все больше значны не только у громадским жития, а леуполитичным. Этому есть подтверждение и те круглые столы, которые проходят с обсуждения различных проблем и задач, которые сегодня стоят перед государством. Мы вносили предложения и по Конституции, мы сегодня обсуждаем наше участие в 6-м Всебелорусском народном собрании и едем туда с определенными задачами и просьбами. Лидер областной организации звернула увагу, что, дякуючи державной политике, протягиваются позитивные перемены в громадстве. Примаются и реализовываются держпрограммы по социальной поддержке жаншин, семью и детинства. У приватности грошовые допомоги в связи с народжением и выхованием детей, адресная материальная допомога, операционная, податковая, медицинская и инши льготы. Один из накерунков работы «Союза жаншин» – это работа с проблемными семьями. Дякуючи доброчинным проектам и акциям за опошние годы, реабилитовались и начали новое життя 87 семья у региона. Гамильчане означали Старый Новый Год. На площади Ленина были организованы святочные гуляния. Артисты Палаца культуры Белецкие показали одразу два интерактивные спектакли «Ночь перед колядами» Миколая Гоголя и аутерскую забавляльную программу «Коляды-колядки». Кроме этого, на сцене выступали музычные гурты. Гамильчанам и гостям города такая святочная программа сподобалась. «Мы очень любим Гамиль, понимаете? Мы приехали из Речицы, и мы каждый год сюда приходим. Для нас всегда Олимпиада ассоциируется с этой прекрасной елкой. Понимаете? Пожелайте нам удачи! Вы понимаете, Гамиль – это что-то потрясающее и просто неземное. Вот так вот. Сегодня все совпало. Снег, мороз, елка, Новый год! С Новым годом! Хорошо там, где праздник, хорошо там, где люди. Надо просто уметь наслаждаться. А дальше уже оно само все пойдет. Спасибо. Я здесь первый раз, впечатления классные вообще, просто восхитительные все. Замечательно сегодня, хоть погода радует, такая снежная, зимняя, январская. Конечно, соответственно, настроение сразу праздничное. Очень много деток. Хорошая атмосфера, новогодняя, зимняя, семейная. На что еще добавить к этому можно? На самом деле, выпал снег, и чувствуется, что на улице зима, Новый год, и есть настроение. Подчас мероприемства узнагородили переможцам конкурсу на лепшие виды веншавания с Новым годом, любимый город. Сирот коллектива установ культуры и спорту перемог хоккейный клуб Гомель. Лепшее веншавание до установа дукации дослали Гомельский державный профессийный лицей шагуночного транспорта и середняя школа номер 69. У индивидуальной номинации перемогли Деяна Дятлова и Владислав Беляцкий из Гомельского державного медицинского университета. Призгледатских симпатий достался Тимофею Одаськову. Дивный свет павуков. У картинной галереи Гаврила Вашенки открылась выстава, на которой можно убашить десятки видов павуков и скорпионов. Павукоподобные арахниды – это класс шленистоногих. Зараз их у свете описано около 115 тысяч видов, разных по померах и оформовцам. А кроме павуков, до их так само относятся скорпионы и кляшчы. Арахниды переважно заявляются наземными насельниками, однако в сярот кляшчоу широко сустракаются виды, которые населяют пресные водоемы, моры и океаны. По типу харчования павукоподобные в основном относятся до драпежников. На выставе можно на своей вот шоу башить наибунейшие виды павуков, яких немогчимо сустреть в наших широтах. А кроме гигантов будут и карликовые павукоподобные. На нашей выставке демонстрируются более 40 самых ярких и самых колоритных экземпляров пауков, а также мадагаскарские тараканы и скорпионы. Мы приглашаем преподавателей биологии организовывать на базе нашей выставки открытые практические занятия. Это будет интересно и школьникам, и студентам. Живая экспозиция размешана в выставочной зале по проспекте Ленина. И она будет працавать до конца лютого. 19-го студента у Гомеля отбудутся водохрешинские мероприемства. Богослужения в этот день запланованы у 23 храмах областного центра. 19-го студента водохрешинские мероприемства пройдутся на набережные Ракисош в районе Киевского спуску. В 10.30 пошнется хрестный ход, после шагу отбудется водоосвячение. До 15-ти годин будет працывать розничный гандаль. На усих мероприемствах у Гомеля будут дежурить супрацовники МНС, медики и правооховники. Выратовальники звертают увагу, что окунаться в арта только у специально подрыхтованных местах. У Гомеля таких четыре. Набережные Ракисош, центральные Новобелецкие пляжи, а так само выратовальная станция Заходняя. У остальных местах водохрешинские купания заборонены. Перед тем, как окунаться, рекомендуется проконсультоваться во врача, особенно, когда у человека есть какие-нибудь хроничные хворобы. Перед уходом в воду варта разогреть тело и выконать физичное практикование и, конечно, устрематься от доживания алкоголю. Это иншая новинная информация о проектах телерадио-компании Гомель вы можете найти на нашем сайте, в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Всего доброго. До встречи у эфира. Эфир телеканала «Белару-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Добруше у мужчины случился сердечный приступ на зимней рыбалке. На береге его вытаскивали работники освода. Утром 13 января, находясь на льду на реке Ипус при ловле рыбы, одному рыболову стало плохо. Другие рыбаки вызвали скорую помощь, но прибывшие медики не смогли выйти на тонкий лед. Помогли спасатели освода. Им удалось вытащить рыбака на берег и передать в руке медработникам. В Гомеле с грузового маза на ходу выпали три бетонные плиты перекрытия, которые стали преградой для ехавшей позади легковушки. К счастью, никто не пострадал. Происшествие случилось накануне около 11 часов утра на перекрестке улиц Барыкино и Борисенко. На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ и МЧС. Госавтоинспекторы составили на нарушителя три протокола. Длинномер перевозил груз, не имея страховки гражданской автоответственности. К тому же плиты не были надлежащим образом закреплены на прицепе, как того требуют правила. В Гомеле на пожаре спаслись мать и ее новорожденный сын. Женщина проснулась ночью, услышав звук сработавшего автономного пожарного извещателя. Прошедшей ночью службу спасения поступило сообщение о пожаре одноэтажного жилого трехквартирного дома по 2-й заводской улице. 26-летняя хозяйка квартиры услышала звук извещателя и самостоятельно покинула дом вместе с сыном 2020 года рождения. Квартира оборудована двумя оповещающими устройствами, установленными в прошлом году отделом образования спорта и туризма советского района. В результате пожара пострадало потолочное перекрытие в жилой комнате, соседние квартиры не пострадали, людям помощь медиков не понадобилась. Рассматриваемая версия причины пожара, нарушения правил устройства, а также эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств. Гомельскими пограничниками совместно с группой разминирования войсковой части 55-25 и сотрудниками Хонецкого РОВД обнаружены и обезвреженные немецкие боеприпасы времен Второй мировой войны. По информации от местных жителей, в лесном массиве недалеко от населенного пункта Майский Брагинского района, в 300 метрах от автозаправочной станции обнаружено большое количество взрывчатого вещества и боеприпасов. Военнослужащие изъяли 547 тротиловых шашек германского производства общей массой более 100 килограммов, 5 реактивных снарядов, противотанковую мину, артиллерийский снаряд калибром 75 мм и 5 артиллерийских взрывателей. Группой разминирования проводятся дальнейшие мероприятия по утилизации боеприпасов. Гомельским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о краже. Согласно материалам, минувшим летом из квартиры гомельчанина пропали золотые карманные часы известной швейцарской марки, а также несколько золотых ювелирных украшений и деньги. По подозрению в совершении кражи был задержан 40-летний житель Гомеля, который признался в хищении имущества и сообщил, что сдал ювелирные изделия в ломбард, а старинные часы – наглядно знакомому коллекционеру. Следователю удалось разговорить с подозреваемого и составить устный портрет покупателя и во взаимодействии с оперативниками установить его личность. По завершении расследования коллекционные часы были возвращены потерпевшему, чему он был рад, а уголовное дело передано прокурору для дальнейшего направления в суд. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4 Гомель» новости спорта в суде Влада Васильева. Здравствуйте. Ряды футбольного клуба «Гомель» пополнил защитник Алексей Иванов. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до конца сезона. В минувшем сезоне футболист защищал цвета ФК «Минск». Также в карьере Иванова значатся выступления «Забрестская Динамо» и «Столичный луч». Защитника вызывали в юношескую и молодежную сборные страны, а в 2017 году новобранец «Гомеля» завоевал Кубок Беларуси в составе «Брестского Динамо». Игрок хоккейного клуба «Гомель» Александр Скоринов дисквалифицирован на три матча. Такое решение принял спортивно-дисциплинарный комитет Федерации Хоккея Беларуси. В поединке экстралиги А между Неманом и «Гомелем» 12 января форвард «Рыси» был наказан за удар соперника «Клюшкой». Нарушение со стороны игрока неоднократное. В связи с этим «Форвард» получает дисквалификацию на три матча и пропустит следующие игры с «Динамо-Молодечно», «Металлургом» и «Шахтером». Руководство Федерации волейбола посетило Гомельскую среднюю школу номер 33. Это учреждение присоединилось к образовательному проекту «Школьный волейбол». Учащиеся получили спортивный инвентарь и форму. Проект «Школьный волейбол» проходит на территории Гомельской области. В нем участвуют школьники, которые не занимаются профессионально этим видом спорта. На протяжении года областное отделение Федерации будет курировать процесс обучения, а в конце учебного года пройдет большой волейбольный фестиваль с участием профессиональных спортсменов гомельских команд. С новостями спорта вас знакомила Влада Васильева. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова